Хочу показать вам отрывок из своего первого сольного концерта, который состоялся месяц назад. Людмила Морозова. Сценическое имя Люси. За год написала 12 песен. Звучат на всех музыкальных площадках. Собственно, на одной из них мы и услышали ее голос. И удивились, когда узнали, что петь стала недавно, а работает преподавателем английского языка более 20 лет. Играла на фортепиано в молодости, в детстве. И писала стихи. Но не соединяла никогда эти две вещи вместе. А пошла заниматься вокалом, потому что, ну, как-то дети чуть-чуть подросли. Времени свободного стало побольше. Я подумала, что я люблю для себя делать, что мне нравится. Мне нравится петь. И я начала заниматься. И потом возникла случайная песня. Это была песня, посвященная моему мужу. Песня на английском. Все очень смеялись. Егор совершенно не владеет английским языком. А эта песня такое признание в любви мужу было. Про то, как я ценю, дорожу и что мы будем вместе всегда. Кстати, первой в их семье запела старшая дочь Алиса. В раннем детстве у девочки проявились музыкальные способности и большое желание петь. У нее абсолютный слух. И она хорошо рифмует уже. Поэтому тоже сочиняет что-то свое, поет. Иногда я записываю ее, потому что говорю, Алиса, если что, я у тебя стрельну эту строчку. В репертуаре Люси уже есть песня, которую исполняют с дочкой. Сочиняли тоже вместе. Назвали композицию «Наша песня». И небо такое большое и счастье, такое простое. И мы с тобой, мы рядом с тобой. Вот как рождаются песни, спросили. Очень сложно сказать. Мне иногда ночью приходят какие-то строчки, мелодии. Муза действительно непредсказуема. Может прийти к творцу в любое время. Поэтому у Людмилы теперь всегда под рукой диктофон, чтобы быстро начитать родившиеся вдруг строчки или напеть мелодию. Не переставай дыши. Сын Алексей до поры до времени к пению интереса не проявлял. Добивался успехов в спорте, бальных танцах. Это кубок мэра в 19-м году. Третье место. Тоже раньше занимался баскетболом. Вот на РФБ третье место. Это Россия, то есть российские соревнования. Но мамин пример оказался заразительным. И Алексей тоже погрузился в творчество. Можешь нам поставить что-нибудь? Есть песни из моего альбома. Посвятил я девушке одной. У тебя какой-то Саша, она мне сейчас. Саша Маквистус, его лицо. И сейчас не Хэллоуин. Через год сказала мне, что я ее всегда манил. Сказала поздно, ведь я хочу быть только один. А что это за стиль? Это все называется хип-хоп-рэп. Рэп русский. Но там очень много разных поджанров. Сначала даже меня привлекал для помощи. Говорит, мам, мам, послушай, вот я такое придумал. И, блин, мне было так здорово от этого, что взрослый уже подросток сын, который обычно сторонятся родителей и как-то, ну, все равно стесняются и уже не делятся. А это, наоборот, мы нашли какую-то общую почву, где вместе стали что-то выращивать с ним. Хочу дуэт тоже с ним. У нас есть идеи. Моя часть дуэта уже написана. Ему осталось написать рэп. Вы хотите вот что в дальнейшем? Продюсера найти и выйти на большую сцену или что? Это очень хороший вопрос, Ирина. Вы знаете, я когда вообще только-только начала это делать, я подумала, что это просто мне для себя. Это вот мое личное хобби, я буду тихонечко писать. Потом как-то это все стало расти. Я стала записывать на студии эти песни. Сейчас они все звучат на всех площадках мировых. То есть я участвую в конкурсах общего российских, всероссийских. С этими письмами их многие отправила. И пока не знаю, я тоже сейчас задаю вопрос, куда я хочу, на большую сцену? Нет, я не хочу. У меня есть чем заниматься. Дети, любимая работа. То есть становиться звездой эстрады? Нет, точно нет. Но с другой стороны, ну и как-то сидеть совсем писать в стол тоже не хочется. Поэтому пока это вот какие-то местные мероприятия, квартирники, концерты. А как вы отнеслись к тому, что ваша жена вдруг начала писать песни? Мне очень нравится, что жена смогла найти для себя такой творческий, куда направить свою творческую энергию. Егор работает кадастровым инженером. С будущей женой познакомился 8 лет назад на турнире по брейндо. Интеллектуальная игра, где команда соревнуется, демонстрируя знания, эрудицию и смекалку. С Егором в команде играла подруга Людмилы. Она и организовала встречу. Мы ее называем наш Купидон. У него, почему-то, продуманный был ход познакомить нас. Я не знаю, что тебя привлекло во мне. Нам было интересно вместе. То есть мы общались, нашли очень много тем. Дома было всегда вкусно, тепло, уютно. Поэтому как-то пазл сложился. А вам что понравилось в Егоре? Я был такой взрослый мужчина, серьезный, с которым я почувствовала себя, как говорится, как бы банально не прозвучало, за каменной стеной. Хотя у нас достаточно приличная разница в возрасте. Можно об этом спросить? Конечно, я это не скрываю. В общем-то у нас 11,5 лет. Возраст – это просто цифра. То есть не отражающая ничего, кроме времени прошедшего со дня твоего рождения до сегодняшнего дня. Егор сразу был за серьезные отношения, но Людмила не решалась. На создание семьи смущала разница в возрасте. Дочку в этом вопросе поставил ее маленький сын. Алексею на тот момент было 5 лет. Мы были на даче у моей сестры. Мы играли в бадминтон с Егором. Алешка маленький сидел, ну вот 5,5 лет ему, 6. Он сидел рядом, бегал и так задумчиво говорит, Егор, а почему ты с нами не живешь? Егор говорит, ну так смеется, играет, говорит, ну мама твоя меня не зовет. Вот ты не живу. Он говорит, ну это же и моя квартира тоже. Я тебя зову, приходи к нам жить. И я говорю, ну нормально, вы все решили, вы же без меня. Он говорит, хорошо, Леш, приду. И без шуток он на следующий день был у нас с сумкой со своей, там чуть-чуть вещей, все, что ему было нужно. Я говорю, ну в целом ладно, давайте попробуем. И Егор приехал к нам жить, это был наш первый Новый год. И я очень рада, что у них сложились теплые отношения, дружеские отношения. Теперь у Алексея есть две сестры. Алисе 6 лет, Маше 4 года. Но Людмила говорит, это еще не все дети. Вот он, самый старший. Зовут Василий Паярков. Имя, фамилия в честь корабля прохода, который был у нас на Амуре. Потому что он практически там был найден. При выходе с прохода. В общем, коту 17 лет, очень мы его любим все. Он старше моего сына на 2 года. То есть это мой первый ребенок. Получается, что четверо у меня их. А в чем секрет дружной и крепкой семьи? Открыто, не стесняясь, делиться своим мнением. Поддерживать друг друга в любых начинаниях. И небо, такое большое и счастье, такое простое. И мы с тобой, мы рядом с тобою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова